Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки, 70-е годы, эпоха активного загнивания капитализма, угол, какой-то вонючий стрит и не менее смердящий авеню, полночь. Прям металл. Да, в былые времена давали мы жару. Привет, друзья! Итак, Петька Василий Иванович 3, эпизод 1. Возвращение Аляски, перезагрузка. Ну что, друзья, здесь Бука совместно с компанией Сатурн выпустили эту игру. Сатурн плюс. Немножко изменилась графика, изменилась... Ну, увидите сами. Управление игрой изменилось. Поэтому нам пришлось немножко помучиться. Ну, а тут, да... Где-то рядом. Да? Фокс Малдер. Помните? Секретные материалы. В роли Петьки. Так, знакомимся. Анка в роли Анны Мали. С... Персонажами. В роли Вича. Какие дела? Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. Соединенные Штаты Америки. Где проходят действия? Эпоха активного загнивания капитализма. Угол. Какой-то вонючий стрит. И не менее смердящий авеню. Колночь. Прям металлист какой-то, рокер. Да, Василий Иванович загрустил. Да. В былые времена давали мы жару. Ну, давай вспомним. Помните, чем окончилась прошлая игра? Короче, они поднялись. В шоу-бизнесе. Лучшие отели. Лучшие девочки. И музыка Распутин. Интервью и все такое. Весело было. Эх, хорошо вспоминать. Эх, вот такой он запад. Неправедный. Он о человеке не думает. Эксплуатирует его. Человек. Ох. Да. Белгородная открышка. Хм. Сначала выжмут из тебя все соки. А после в отбросы. Да-да. В отбросы, значит, в панки по-ихнему. Панки пришли. Заставочку надо посмотреть нам, друзья. Да-а-а. Да-а-а. Да-а-а-а. Да. Я нажрался, вот скотина. телоים. Посмотри-ка, это, кажется, те самые. Их ещё печатали на обложке Роллинг Стоун. Точно, русский анархорок. Я помню их концерты. Настоящие мужики. Сегодня они наши. Ваши. Бедный Петька. Берегись. Нет, Петька. Походи ещё в отбросы записываться. Хе-хе-хе-хе. Так. Сейчас назаливает что-то такое. Хе-хе-хе. Да. Да. Вам что, хлопцы? Автограф дать? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Погнали. Или, может, вы интервью хотите, твою мать? Так сейчас будет вам интервью. О-о-о-о-ой. Хе-хе-хе. Хх-хе. Пжжжжж. Получи. Пашист граната. Интервью они хотели взять, а? Ой, умирить заснуть, проснуться слеза. Кино и немцы. Опять куда-то их понесло. Так, ну что, друзья, начинается игра. Попали они в Техас. В штат Техас. Никогда. Блин в натуре. Какого, блин, не видел в своей жизни. Что это было, Василий Иванович? Неужто опять машина времени сработала? Василий Иванович, погоди, Василий Иванович, осмотреться нужно сперва. Места-то незнакомые. Да что это с тобой? Да, бедный Василий Иванович. Эй, амигос. Это где-то в районе мусиканской границы. А вот ваше интервью. Иш-тиш-тиш-о. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто бы ты ни был, но это была самая последняя глупость в твоей нечемной жизни. Через три секунды тебе крышка. Вот и крышка. Я не эту крышку имел в виду. Какой-то инопланетюнин. Так, ну что ж. FBI, я специальный агент Моксфалдер. Приступаю к операции по эвакуации и на временян. В машину, быстро. По-моему, Василий Иванович, нам пора сваливать отсюда. Не-е-е. Ой. Ты прав, Петька. Подзадержались мы здесь. Да и нашалили слегка. Угу. Моксфалдер. Помните? Фоксфалдер. Секретные материалы. Опять тарелка летает. Заяц. Ну вот, опять этот кролик каждый раз на этом месте. Петька, ты что-нибудь понимаешь? Что происходит-то? Да похоже, что мы, Василий Иванович, во времени переместились. А что касается этого Фокса Мокса, так он сам виноват. Пристегиваться нужно было ремнем безопасности. Угу, правильно. Надо бы, Петька, его когда в чувство привести. Подлечить? Да чем же мы его подлечим-то? Мы же весь спирт еще когда выпили? Может быть, вчера, а может, сто лет назад. Неизвестно, Василий Иванович, в какое время нас это хреновина забросило. Да. Шмыряет нас судьба, как хочет. А хочется и так сильно. Ух. Что это у меня, Петька, в спине стреляет? Надо взять птичку. Не разогнуться. Боевые раны, видно, беспокоют. Ну да, беспокоют. Петька, подай, Петька, принеси. Как морду кому-нибудь набить, так это ты, Василий Иванович, всегда пожалуйста. Ну, ты еще похвари у меня. Говорил я. Болею. Ух ты, коробочка. Сам ты, Петр, коробочка. Аптечка эта. Видишь, крестик на ней нарисован. А он ныряй, ныряй. В проруби он спрятал шлем. А это еще что-то, Гуя. Это, Василий Иванович, зверьки такие. Грё... Грё... Грёмлины. Я о них в пионерской правде читал. Эй, да врешь ты все, Петька. Ты читать-то толком не умеешь. Видели, да? Мы взяли из багажника машины Малдора. Так, ну что, надо использовать аптечку на этих грузах. Ничего не получится. Ай, черт. Да, блин. Сегодня я путаю с этой новой раскладкой. А что если вот это попробовать? Так сказать, научный эксперимент провести? Да. Вот-вот, производи свой экскремент, юный Фершел. 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 Пе-у! Грёблины! Греблины! Так, ну что? Берем птичку. Ай, ёлки-палки! Ничего не видно. Пу-пу! Так. Одну проверили. Одну кобцу. Проверили. Не подойдёт. Давай, следующее. Так, да, другую кнопку надо. Ты это, Петька, не балуй. Ишь, что выдумал, на живом командире экскременты ставить? Ха-ха-ха-ха. Не попали. Ты это, Петька, не балуй. Ишь, что выдумал, на живом командире экскременты ставить? Ну, давай, 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 как? Блин, ничего не было. Вот. Так я же в академиях-то не обучался? Далёк я от всякой там микроскопной медицины. Хай, блин. Пока научимся. А ещё лучше фронт. Управление тяжёлое, конечно. Ну, непривычное, так скажем. Так. Давай. Как её называют? Так, аптечку. Опять используем. Используем на этих делах. Вот. Ну. Вот. Попали, наконец-то. Да. У-у-у-у-у. Чпук. Да. Не подходит. Как говорится, медицина тут бессильна. Так, куда уж там. Так, у нас ещё, если что, ещё есть Маудин, да? Ну, давай, ещё одну. И зачем? Ну, давай, блин. Хреново, не получается. Товарищ комдив, подопытные... Иждох. Гру... Гре... Грёмлины... Скончались. Ну, Франкенштейн, на ком теперь экскременты производить будешь? Да, выбирать особо не приходится. А про подвиги ваши геройские, Василий Иванович, давно легенды ходят. Ты, это, Петька, не балуй. Ишь, чё выдумал? На живом командире экскременты ставить? Так, не... Никак. Давай. Поехали. Последнюю пробирку. О! Поехали. Так, жил. Слава советской науке! Пиу-пиу-пиу. Василий Иванович, одного Грёмлина удалось реанимировать. Ага, друг спас жизнь друга. Торжество гуманизма! Теперь пора и о человеке подумать. О Грёмлины никуда не убегут. Давай, пошли на... Фолда. Фолда. Так. Оживили. Окей, ребята, вы спасли меня. Действительно спасли. Я как новый. Сэнкс. Позвольте представиться. Мокс Фолдер. Агент ФБАй. Агент ФБАй? Это чё, фамилия такая? Тёмный ты, Человек-Петька. Слышь, как в ужасных материалах. Только по-настоящему. Прошу меня не перебивать. У нас крайне мало времени. Из-за вашего, прямо скажем, безответственного отношения к машине времени, на мир грозит обрушиться глобальная катастрофа. Катастрофа? Так где мы, там обязательно глобальная. Господа, прошу отнестись к моим словам крайне серьёзно. Сейчас 2001 год от Рождества Христова. Вы находитесь на территории США, штат Техас, граница с Мексикой. Если, конечно, эти слова вам о чём-нибудь говорят. Далее. Известная вам деревня Гадюкино вместе со всеми жителями переместилась во времени и оказалась на территории США, штат Аляска. Даже примитивные расчёты показывают, что перемещение во времени и пространстве большого числа русских неизбежно приведёт к смещению Земли со своей орбиты. Последствия могут быть самыми трагичными. Гадюкино необходимо вернуть на место. К сожалению, Академия наук заняла пассивную позицию, а Сенат не хочет нести ответственность перед налогоплательщиками за всю планету. Что у вас за страна такая? Жмоты. Это ты верно Петька подметил. В точку. Однако планетку-то спасать придётся. А нам с тобой не впервой. Бывало, галактики спасали. Да и размяться давно пора. Засиделись мы без настоящего дела. Окей, я отправляюсь на Аляску. Проблема требует непосредственного изучения, а возможно и вмешательства. Вам же лучше всего заняться профессором Гроссбаумом. Разыщите его в Лас-Вегасе. Всё, что я знаю про него, это то, что он тронутый, а также то, что это единственный учёный, который может согласиться нам помочь. А как мы его разыщем? Этого... Хроссдауна? В городе работает моя напарница, агент Аномалии. Я не скрою, она работает под прикрытием и ничего о вас не знает. Так что вам придётся постараться войти к ней в доверие. А имид какое? Аномалия! Парни, если мы провернём это дело, нас ждёт богатство и всемирная известность. Нельзя терять ни минуты. Всё. Он погнал. Ну а мы начинаем играть. Пошли искать эту аномалию, или как её там, патологию? Давай, пойдём, только сначала нам нужно вон туда сходить, на эту базу, да. Там военная база, нужно кое-что взять. Светится что-то. Ты, Петька, по пустякам не отвлекайся, а то я тебе фонарь под глазом поставлю. Тоже светиться будешь? Точно. Так, как нам туда пройти? Так, как нам туда пройти? Так, а что же это такое? Ладно, ничего, обыкнемся. О, звёздочка, полетели. Что и кто идёт? Мы в командах хотим записаться. Не вешай мне лапшу на уши, сейчас ночь. Но мы очень хотим. Да вы, ребята, комики. Сам ты гомик. Хе-хе-хе. Да. Штики, однако. Ну, как служба? Да ничего, служится потихоньку. Тяжело должно быть тебе, хлопец. Мы отвлекли пока. А сами берём огнетушитель. Нам нужен огнетушитель. Да, ну-ну. Огнетушитель? Хорошая штука. Было бы что тушить. Если не отвлечь его, то не смогли бы взять. Так, ладно, пошли теперь в Лас-Вегас. Так, девчонки. Эй, ты, порноведьма. Ты не можешь просто так взять и уйти. Ты хочешь, чтобы я тебя искалечила? Отстань. Это наше место. Конкуренция нам не нужна, убирайся. Конкурировать с тобой? Не смеши. На что ты намекаешь? Единственное, на что ты годишься. Это прислуживает не в кровати. Как горничная за столом. Shut your mouse, bitch. Да уж. Ну что? Надо поговорить с ней. Так, 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 как поговорить? Ага, наград кончил. Отлично. Но? Анка! Вот ты как здесь очутилась! Моё имя Анна. Но откуда вы меня знаете? Так, здесь конкретно нужно. Ты, Эданк, брось! Планета в опасности! Обязательно нажмите. А чём это вы? Иначе не получится. Мы тут с Петром аномалию какую-то ищем. Аномалию? Ну да. Вот-вот, ты её случайно не знаешь? Вот-вот. Ты её случайно не знаешь? А зачем она вам нужна? Если увидишь её, передай привет от Мокса Фалдера. Так вас сам Фалдер прислал? По-другому никак. Сразу не сказали. А аномалии – это я. Шо ж нам мозги пудришь? Сама вся в косметике и с ног до головы, понимаешь? Ты здесь на панели без среда и совести прохлаждаешься. А между тем, планетка-то наша, можешь сказать, накрылась. Если, конечно, мы профессора не найдём. Гроссдауна! Я нахожусь на задании Федерального правительства Соединённых Штатов. Пара дюжин обезвреженных мною маньяков подтвердят, что я отрабатываю деньги налогоплательщику. Если ваш профессор маньяк, то он попадёт в мою сеть. Таков мой метод. Жорж, пошли, Петька. Придётся самим профессора поискать. Это лучшее, что вы можете сделать. Ну, а если понадобится мой совет или помощь, можете обращаться ко мне в любое время. Так, ну сейчас попути сначала вот в базу идём. Третий час этот бедолага выйти пытается. Тут какие-то русские электрики приходили, напутали что-то с автоматиками. Умора! Как всегда, русские электрики только так. Сам ты обезьяна! Тут, да она ещё не говорящая! Так. Надо вот эту штуку немножко обезвредить. Так, берём пистолет. И применяем пистолет на туда. Ай! Отойдилось, Ливанч? О, теперь Петька-то достал. Так, ну, так как же у вас это? Так, пистолет еще? О, ну, давай. О, да ёлки-палки! Ни фига не поделишься. О, есть! Отлично! Зажигалочки запаяли это дело. То, что русские напутали, и распутывать нужно по-русски. Точно! Тут пройти не может никак. Ну, давай. Вот так, отлично. Благодарю, что выпустили меня отсюда, мистер Слессер. Мелочи у меня нет, так что возьмите фишку. Может быть, вас ожидает в казино большой выигрыш. Может быть. И-ю-ю! Петь полетел. Лови Петька! Эх ты, Петька, упустил фишку! Мы на нее могли бы цельный миллион выиграть! Ну, упустил! И что? Я видел, она под стойку бара закатилась. Ее оттуда просто достать надо. Ну, раз ты видел, то сам и доставай. Так, ну что, будем действовать. Бабах! Чудак! Ложись, Симай. Сэр, отдайте нашу фишку. Пожалуйста. Фишку? Какую фишку? Я не знаю никакой фишки. Вот две вещи я больше всего на свете ненавижу. Расизм и негров. Так, пап, применяем. Послушай, абориген. Симончик. Я не абориген, я растаман, я с Ямайки. Да? Интересно. Какие же у вас аборигены? А че это ты с косичками? Нравится? У нас на Ямайке все так ходят. Ямайка. Все в языках и с косичками. А у нас в России все по-другому. Ох уж эти страны третьего мира. Небось, выпить хочешь, да? Как-то у вас русский говорится. На халяву. На халяву. Конечно, хочу. И буль-буль. Ну. Ай, зря ты это сделал. Что это? Что не понравилось? Это ж ваш русский национальный напиток. Уксус на халяву. Хе-хе, напоили. Ну и шутки у тебя, абориген. А другой выпивки у тебя нет? Есть, конечно. Да только за нормальную выпивку деньги платить нужно. Звериный оскал капитализма. Ну как ты хотел пить? И в Америку попал. Так, все, пошли в правулах туда. Здесь мы побывали, кое-что сделали. Так. Сейчас нужно нам поджечь вот эту мусорную корзину. Отставить! Ага. Опять не попали, да? Ну давай, вот. Отлично. Поджигаем. Мыши и крысы сейчас разбегутся. Так, крысы разбежались. Теперь пить-ка нужно потушить. Моя звезда. Не одним же нам пернатым страдать. Орлам, я имею в виду. Так. Тушитель. Так, ничего не получится. Точно, не получится. Потому что не так кнопкой нажали опять. Вот. Применяем. Василий Иванович, сходи. Время поджигать помойки. И время их тушить. Угу. Помойка обыкновенная. Мне там делать нечего. Ошибаешься. Не тут забыла. На помойках всегда что-нибудь нужное можно найти. Так что, не спорь, полезай. Полезай, полезай. Ну, как в помойку, так, Петька. Ну, ты у меня еще поговори. Я говорил, полей, я ударю, ударю. Смотри, Василий Иванович, что я нашел? Жареная морковка. Нет, Петька. Вот если бы мы огонь не потушили, то морковь была бы жареная. А теперь она тушеная. Ха-ха-ха. Кто там? Кто-хто? Посылка вам. Вам посылка. Из питомника подопытных животных. Очень хорошо. Проходите. Проходите. Знаете мои голоса, да? Убирайтесь, чтоб духа вашего тут не было. Шпак, мячик. Петька мячик, а Василий Иванович... Да, крепкий старикан. Прямо доктор и болит какой-то. Нахрапом не возьмешь. Придется, Петька, нам какую-нибудь зверюшку искать. Без нее профессор нас не впустит. Эх, зря, Грё... Грю... Фу, Грёмлина мы у Фалдера не одолжили. Так они же убежали. Так, ладно, нам нужно сходить на склад. Пошли. Кое-чем тут запастись. Подписывайтесь, друзья. Ты мне эту коробку на ногу уронил. Все, я увольняюсь. Если мы ее на склад не затащим, знаешь, что с нами Дон Корлеоне сделает? Вот что, нужно каких-нибудь лохов найти. Пусть они эту коробку таскают. Хорошая идея. Да только где же мы их найдем? Они рядом стоят. А что это вы тут, ребята, делаете? Не видишь? Яму копаем. А когда выкопаем, тебя в ней похороним. Заживо. Ну вы это... Не того! Не этого! Смотрите, как бы не вышло чего! Во лох-то! О, а не хотите ли заработать? Мне деньги не помешают. А что нужно делать? А делать-то почти ничего не надо. Только вот эту коробочку на склад занести и все. Коробочку это можно. Но деньги вперед. Так, денежку получили. Его три доллара. Еще Маркс говорил, что на безрыбье и три бакса капитал. Да, точно. Сам Маркс. Давайте вашу коробку. Ох, бедная Петька. Ух ты! Василий Иваныч! Да у них тут целый склад! Давай что-нибудь того. В смысле, возьмем на память. Несознательный ты человек, Петька. На память возьмем. Экспроприируем! Как-никак мы с тобой сейчас всю планету спасаем. Так что имеем полное право. Так, сейчас с Петькой берем канистру. Смотри, Василий Иваныч, канистра. А вдруг там спирт? Спирт? Хе, спирт это хорошо. На Аляске он нам пригодится. Я слышал, что там холодно. Пустая. Ух ты, пустая. Ничего, Василий Иваныч, была бы тара, а спирт найдем. Найдем. Так, надо там патрон лежит, надо его взять. Василий Иваныч, а я патрон нашел. Теперь и пострелять можно. Эх, нет, Петр, калибр не тот. А вот порох из гильзы нам, пожалуй, действительно пригодится. Пригодится, пригодится. Так, теперь на Василий Иваныч переключаемся. Берем, вот там вот стоит пила. Знакомая вещица. Я однажды, Василий Иваныч, такой штуковиной лес валил. Ну и как, повалил? Да повалить-то я повалил. Только вот мужики потом долго смеялись. А что это они смеялись? Да, оказывается, эту штуковину, пилу эту, еще и заводить нужно было. Да. Становый раз. Я пила, не пили меня. Да ты еще и петь можешь, Василий Иваныч? Так, теперь базуку надо взять. Давай базуку сначала. А интересно, что это мы сюда притащили? Василий Иваныч, здесь же базуки лежат. Давай, повахнем. Видно, непростой это склад, Петька. Он мне сразу не понравился. Видно, тут свое гнездо свела мафия. Ой, Василий Иваныч, а что это за птица? Мафия. И зачем ей базуки в гнезде? Ох, достал ты меня, Петька. Вместо подстилки. Ой. Так, теперь нам нужно еще коробочку взять. Отлично. В которой базука была. Так, ну и что, теперь вот эту лестницу нам нужно отбилить. Используем пилу. На лестнице. Ну, это как бы заголовка, она будет нам лестница. Что это я делаю? Эээ, глупости. Ага, глупость. И это же лесенка. Понадобится. Забираем. Так, теперь нам нужно пострелять из базуки. Стреляем в потолок. Давай, Василий Иваныч, бабахнем, а? Куда стрелять-то будем, Петька? В потолок. Василий Иваныч, а может, в потолок стрельнем? А это еще зачем? Ну, нужно ж куда-нибудь стрельнуть. Ну ладно, Петька, уговорил. Видите, могли плести. Попали в магнит. Надо взять магнит. Чудесно, чудесно. Магнит это такая вещь? Не узнаешь, когда пригодится? Точно. Ох, а добра-то здесь, товарищ Чапаев. Видимо-невидимо. Вот что, Пётр, все нам не унести. Так что, выбирай самое нужное. Выбирай. Мы уже выбрали, все. Все, друзья. Тут больше нам ничего не надо. Выходим. Благодарим. Так. Ну все, идем обратно на улицу. На бульвар. Поговорим с Анкой. Ну давай, как же. Олег. Так, отлично. Привет, Анка. Все, стоишь? Стою, если вам угодно. Хотя я предпочитаю думать, что я работаю. А вот о вас этого не скажешь. Прогнал нас профессор. Негостеприимный он что-то. По моим сведениям, он ожидает посылку из питомника подопытных животных. Почему вам, ребята, не подарить профессору какую-нибудь живность? Вопрос, где его только взять? Ну уж не знаю. Придумайте что-нибудь. Так, пошли по улицам. Тут нас ждет старый знакомый. Приветствую вас, друзья мои. Вы правильно сделали, что пришли ко мне в обитель чистоты духа и нравственности. Там был замполит, там здесь кто? Да это же Фурманов. Ха, здорово, комиссар. Во-первых, выражения типа «Ого», «Угу», «Ну» и прочие засоряют наш великий рус... В смысле... Американец. Ну, договорился. Во-вторых, меня зовут не Фурманов, а отец Фурмон. Втреть, я не комиссар, а проповедник Мормон. Вода йод. Фурмон. И ничего я не даю. Я только открываю глаза заблудшим овцам. Вроде вас. И призываю вступить в славные ряды братства Мормонов. Ты кого овцой тебя звал? Мормон Фурмон. А к стенке не хочешь за такие слова? Господь Всемогущий не позволит. А может быть, проверим? Не стоит. Ибо сказано. Не искушай Господа Бога своего. Ну, ладно. А чем же вы, Мурмоны, занимаетесь-то? О, мы живем в дружной семье в штате Юта. Присоединяйтесь, и вы попадете в рай земной. У каждого из вас будет по десять жен и по сто детей. Ведь нашим мормонским способом служения Богу является размножение. Ибо нас, истинных мормонов, должно быть много. По десять жен. Да я и от одной возбежал. А тут, к тому же, детишки. Пушкиных, что ли, воспитывать будет, пока мы мировой революцией заняты. Правильно, Петька, говоришь. Вначале мировая революция, затем победа пролетариата, а уж потом жены там всякие. Это еще Ильич говорил. Ну ты, Фурмон, не расстраивайся. Мы сначала с Петькой подумаем, все взвесим, а затем, глядишь, и в Мурмоны подадимся. Да вразумит вас божественный Адам Смит, дети мои. Смит Вессон. Адам Смит? А это еще кто? Эх, темный ты, Петр. Смит и Вессон, слыхал? Так это он самый. Это тебе не опиум для народа. Так, давайте возьмем зайчика. Кролик нам нужен. Так, поговорить не с ним. Чего тебе, Петька? А может, нам и вправду к Мурмонам податься? Опиум как опиум. До победы мировой революции, Петька. И думать про это забудь. Так, глазачика. Кролик. Смотри, Василий Иванович, кролик. Он нам может пригодиться. Да. Послушай, Фурмонов, ты это не одолжишь нам кролика ненадолго? А зачем вам кролик? Кролик нам. Да не нужен он нам. Да не нужен он нам. В вашем заявлении явно отсутствует логика. То вам кролик нужен, то не нужен. Но ничего, вообще не Мурмонов, вам придется заниматься трудом на свежем воздухе. А труд он не только облагорашивает, но и лечит. Дай нам кролика привыкнуть к сельскому труду. На свежем воздухе труд-то. Вот и дай нам кролика, чтобы, так сказать, привыкнуть к сельскому труду. Кормить его будем, какашки за ним убирать. А то мы все больше шашками махать, да кулаками умеем. Да и размножению поучимся. Что же, это очень похвальное желание с вашей стороны. Берите кролика, только ненадолго. И гроза, только ненадолго. Ой, Василий Иванович, эта скотина кусается! Любая, тварь божья, любит ласку. А кролик, тем более. Кролик это очень гордое, независимое животное. Вначале с ним нужно подружиться, угостить его чем-то. А что этот кролик любит в смысле еды? Да то же, что и остальные кролики. Кролики, они и есть кролики. А что у нас есть? У нас есть морковка. Надень ему морковку. Чудненько. А-а-а, Настя, застуле раз. Морковочки горе... В смысле, тушеной. Все, забираем. Чего тебе, Петька? А может, нам и вправду к моронам податься? Опиум, как опиум. До победы мировой революции, Петька, и думать про это забудь. Какой опиум, когда революция? Пошли обратно. Так, пошли где-то к старику, к этому, к ученому, к ученому. Все. А-а-а, это опять же вы! Вот с кроликой мы сюда попали. Или не слежеватная, да. Что это с ним, Петька? Не знаю. Да только с тобой, Василий Иванович, то же самое было, когда нас машина времени сюда закинула. Так, кролика отдаем. Так. Какие у него пружинки. Вот так вот. Я не смею вас больше задерживать. Вот отсюда! А за доставку кто платить будет? Пушкин! Э-э, простите, вы имеете в виду презренный металл? Так смею вас и верить, что считаю совершенно излишне для себя. А-а-а, нам нужна ваша консультация, профессор. Конс-м-м-м, консультация? М-да. Что за вздор, какая консультация? Видите ли, в чем дело, профессор? Почти. Похоже, что мы во времени переместились. Что за вздор? Как что? Планету спасать надо. И вот мы здесь. Ха-ха-ха-ха, да что же вы сразу не сказали. М-да, концепция экзентальной трансференции пространственного временного континуума не предполагает абстрактной вневременной дивергенции. Диффузия межмолекулярного континуума вызвала субпространственное возмущение, что в свою очередь повлечет за собой глобальную сингуляцию. А если короче... В общем и целом... Ну, если вы меня понимаете, проблему можно сформулировать следующим образом. Если деревня Гадюкина не переместится в свой пространственно-временной континуум, то планета Земля ожидает глобальная катастрофа вселенского масштаба. В общем, грот с капут. Ну, это мы уже знаем. А что же нам теперь делать? Как говорил один мой давне знакомый, в прошлом он шелк банки. Делай капут тому, кто делает тебе капут. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот он и сделал нам капут. Профессор, не балуй. Мы на тебя жаловаться будем. Вон. А вот жаловаться вы уже никогда не будете. Как говорил великий Гёте, все, что существует, достойно уничтожения. Да. Так, надо поговорить еще раз. Что вы собираетесь делать? Всего лишь маленькую операцию, Грунок. Я препарировал мышей, лягушек, насекомых и птиц. Я резал трупы. А вот путешественников во времени все как-то случай не представлялся. И вот, наконец-то, ха-ха-ха, такое счастливое стечение обстоятельств. Так, нужен помощник. Ассистент. Слушайте, профессор, а может быть, вам ассистент нужен? Да, не помешал бы. Беда в том, что его негде взять. Он перед вами. Он, то есть, я. Без пяти минут фельдшер-препаратор. Да что это ты говоришь, Петр? Ты в своем уме? Что ж, ассистент мне не помешает. Готовьтесь к операции. Да как же мне готовиться, когда у меня руки связаны? А действительно связаны. Это не кстати. Переступим. Развязал. Так. Так, мышку надо потрогать. Что это за штуковина? Интересно. Раньше таких не было. Да это же компьютер. Интересно. А какие тут игрушки есть? Сейчас посмотрим. Най-най, не надо ничего трогать. Я только посмотрю. Так. Никак. Так, мы искать. Кукушечка. Кукушка, кукушка. Аккушечка. Сколько мне жить осталось? Эти сказки ты Василий Ивановичу рассказывай. Наглая птица. Так, давай следующий шаг. Так, помощь. Я ведь думал, что ты Петька того. Предатель и провокатор. Обижаешь товарищкам Ди. Это такая военная хитрость была. Хитрость говоришь? Да я из-за твоей хитрости Петька чуть в штаны не наложил. Не от страха, конечно. От лютой ненависти. Понятно. Какой ты ненавистный. Так я же в академик-то не обучался. Так. Так что, как мы с вами. Найн-найн. Это кресло для пациентов. Ну да. Получить. Вот я будешь пациентом. Успокойтесь, профессор. Больно не будет. Ещё как будет. Так. Э, послушайте, профессор. Как за счёт этого гроз капута? Наверное, можно как-то его избежать? Ну, разумеется, можно. По моим расчётам, да. А как? А не скажу. Угадай. Глупо, профессор. Вроде бы, взрослый человек, а ведёт себя, как козёл. Зря ты его, Василий Иванович, козлом-то назвал. Теперь мы от него ничего не узнаем. А я думаю, узнаем. Да хорошо бы. Ну-ка. Узнаем. Вот он, гений человеческий. Всё под рукой. Ну, не совсем под рукой, конечно. Песчатки надо взять. Так. Да, что-то здесь. Нажимать. Гу-гу. Так, что-то здесь. Возвращение. Так, ещё. Ох. О, что-то в этом надо. Это что такое? Странное украшение интерьера. А я уж думал, из этого люка унитаза пускается. С верхнего этажа. Такой бы штуковинной, да полыси никому-нибудь. Мало не покажется. а а а а так м у василий иванович сейс поломали сломал и без всякого динамита обошлись ну и голова у тебя Василий Иванович ты наверное ей гвоздь забить можешь не так гвозди забивать только Ленин может ну вот как так давай откроем сейф там нужно кое-что взять ну-ка что это у нас там в сейфе лежит то сыр сыр о сыр воротка правды о это я знаю это такая сыворотка после которой человек всю правду говорит даже не надо иголки под ногти совать что полезная вещица главное не злоупотреблять собираем и внизу пузыряк еще лежит жидкий азот тфу ты а я думал здесь жидкий спирт а какой еще спирт бывает Василий Иванович все у нас спирт нет петька спирт он ведь как вот он есть а вот его уже выпили не испаряется он никогда не успевает так все пошли на профессору пристрелить тебя что ли холыми руками рассказывай вредитель как нам планету спасти о я не прерву этот эксперимент ради ваших ничтожных жизней паспорт 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 так как все сейчас мы все узнаем как спасти мир от вселенской катастрофы нужно переместить деревню русских обратно в россию а как это сделать угадай нужно взять гранату и засунуть тебя в задницу о знаю как нужно взять гранату засунуть тебе в задницу и послушать какой способ ты предложишь умник вы очень близки к разгадке нужно взорвать в определенном месте на аляске гроз бомбу тогда часть аляски вместе с вашей деревней отколется и переместиться в россию да а что это за место такое определенное место как место я координаты высчитал до дюйма записал их на бумажке а вот куда бумажку спрятал я вам не скажу это почему же ты не скажешь ну потому что потому что я засыпаю засыпаю вот это да ладно не боись достоперем азот русская многеря а чё это ты Василий Иванович делаешь да вот хочу я этот шарик себе взять а зачем ты его азотом поливаешь не поливаю а замораживаю все тела при нагревании расширяются а при охлаждении сжимаются вот я и жду когда он сожмется а понятно а зачем глупый ты петька он же тогда ко мне в карман поместится брелок будет для ключей бом привычка ой Василий Иванович ты ж говорил брелок условный рефлекс я же всегда за гадюкинскую футбольную сборную головой играл мне беляки даже руки специально завязывали а а вот и координаты а то не скажу не скажу теперь нам Петька осталось розбомбу найти да на Аляске ее подорвать так крюк запираем тонкая работа помнится когда я пиратом был мы с такими крюками на абордаж ходили Василий Иваныч а ты пиратом был? я и не знал так ой че это мы сделали там же надо сервомотор забрать да 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 забираем сервомотор так отлично уходим все Петька пошли из этого логола лженауки и мракобесия пошли пошли а че забыли кролика же надо забрать нам же фурманного кролика отдавать еще куку опять не туда ну-ка отлично забираем кролика все теперь можно идти друзья так идем к Анке так идем к Анке привет Анка как работа? и вам привет если не шутите мы не шутим мы за советом пришли за каким еще советом? да и ведь какое дело Анка нужна нам Анка Гроссбомба сексбомба сексбомба? у тебя Анка только секс на уме а нам другая бомба нужна такая чтоб чтоб кусок аляски от Америки отколоть ну скажете тоже кусок аляски такую бомбу можно только у военных взять да только как же ее возьмете правительство США никогда не пойдет на такую авантюру у военных говоришь? придется поискать где тут американская военщина окопалась тут подумать надо да что тут думать искать надо да ладно друзья искать будем в следующей серии подписывайтесь на канал жмите колокольчик ну и мы выходим сохраняем игру так друзья ну и посмотрим что будет в следующей серии да мы выходим смотрим что будет в следующей серии в следующем эпизоде Василий Иваныч смотри а это ты сидишь не брось ты петька и не похож то совсем мне и шапка другая и одежда эй самозванец ты разговариваешь с сержантом армии Соединенных Штатов сынок будь любезна подбирать выражения кроме этого когда обращаешься ко мне не забывай добавлять сэр но сэр вы только посмотрите как вы на Чапая похожи неверно как было Чапая все друзья пока до новых встреч в следующей серии мы увидим продолжение там будет еще интересней пока